Строгова Екатерина Алексеевна, кандидат исторических наук, директор музея города Якутска, автор более 50 монографий и научных работ, сфера научных интересов, история, археология и этнография русских старожильческих групп арктических регионов, проблемы генезиса и этнокультурная адаптация этих этнографических групп, руководитель раскопок, произведенных на территории города Якутска, во время которых были обнаружены уникальные объекты культурного наследия XVII-XVIII века. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Здравия желаю, товарищи будущие офицеры! Сегодня мы с вами поговорим об истории Якутска, такой, какой ее редко видят обыкновенные историки. Наш город очень старый, у него богатая история, и название сегодняшней лекции «Якутск. История под ногами» дано не просто так, а потому, что мы с вами действительно буквально ногами ходим по удивительному прошлому нашего города, сами об этом не подозревая. Как, я думаю, многие из вас знают, город Якутск был основан Петром Бикетом в 1632 году на правом берегу реки Лены, а наш город сейчас находится на левом берегу реки Лены. Вот каким образом он оказался на этом берегу, показывает карта, на которой, как вы видите, изображено движение крепости, ее перемещение, до тех пор, пока она не оказалась на территории современного города. В 1632 году Петр Бикетов построил свой острог на территории Намского района. Через два года его преемник Парфен Хударев перенес крепость, поскольку место было очень неудачное, на территорию Уссалданского района. И еще через два года Иван Галкин, другой преемник Бикетова, перенес крепость уже на территорию Мегина-Кангаласского района, практически напротив современного города, местность которой сейчас называется Ярманга. Когда в 1641 году в Якутск приехали первые воеводы, они увидели, что крепость находится в плачевном состоянии, что место, где она расположена, неудобное, берег рушится, крепость, соответственно, тоже страдает. И Петр Головин приказал перенести крепость на левый берег реки, в то место, где сейчас расположен наш город Якутск. На местности это приблизительно между городской баней и площадью Марата. Там крепость простояла 40 лет, но место оказалось тоже не очень удобное, затопляемое половодьями, и новый воевода Иван Преклонский в 1682 году перенес крепость еще раз, но только на этом берегу реки, в место, которое вы сейчас знаете под названием Площадь дружбы народов. Наверняка все видели, там стоит реставрируемый большой кафедральный Троицкий собор, который находился на территории Якутского острога. Вот таким образом наш город оказался на том месте, на котором он сейчас расположен, уже более 300 лет. Здесь происходили удивительные события, посещали наш город и жили в нем замечательные, и до сих пор живут замечательные люди. Поэтому очень важно было узнать, вот как эти люди жили. Вообще любой город – это в первую очередь люди, не дома, не улицы, не машины, а в первую очередь люди. И жизнь этих простых людей, она всегда отражает прошлое города. Вот перед вами самое, наверное, старое изображение города Якутска. Это рисунок из чертежной книги Сибири, которая была выпущена в 1700 году. И мы с вами видим, что на чертеже приблизительно показана территория Спасского монастыря, как бы на юге, территория Якутского острога на севере, вот за забором вы видите, а посередине как будто бы расположена еще одна крепость. Вот это как раз остатки той старой крепости Петра Головина, которая была построена в 1643 году. То есть они какое-то время сосуществовали практически одновременно, две крепости на территории нашего города. История Якутска очень хорошо известна по письменным источникам, по архивным документам. Этому посвящено огромное количество исследований, много очень интересных книг. Но вот обыденная жизнь простых людей, простых жителей Якутска в этих книгах не отражается, потому что письменные источники такой информации не содержат. Такую информацию, как правило, дают материалы археологии. Вот не так давно, в 2012 году, первый раз были проведены археологические работы, маленькие, совсем крошечные, на территории как раз Троицкого собора. Фотографии, как проходили работы, некоторые находки небольшие. Находок было немного, но самой главной находкой во время этих работ было обнаружение остатков первого каменного здания города Якутска, здания воеводской канцелярии, которое, к сожалению, было снесено в 1990 году. Следующие археологические исследования на следующий, 2013 год, проводились в непосредственной близости от этого места, на территории 64-го квартала, тоже мы искали крепостную стену. Крепостную стену не нашли, но зашли в замечательный совершенно культурный слой, который отражал всю историю жизни вот этого участка города. И здесь вы видите такой интересный странный металлический предмет. На самом деле это архитектурная деталь, так называемый закладной подстав, на которой крепились в XVII и XVIII веке железные ставни с людяных окон. Вот тоже такая для нашего города находка уникальная. В 2017 году у нас произошло просто, можно сказать, эпохальное событие в области изучения археологии города Якутска. Совершенно случайно, как это часто бывает, во время строительных работ на бульваре учителя, наверняка многие слышали об этом объекте, были обнаружены тоже остатки жизни горожан, остатки жизни людей, вот керамика, монетки, какие-то вещи, в результате которых начались первые в истории Якутска крупные археологические раскопки. Объект этот расположен на улице Кулаковской, между жилым домом и больницей Якутского научного центра. Во время этих работ было обнаружено более трех тысяч различных находок. Этот полевой сезон принес нам настоящее открытие. Вы видите такую крошечную монеточку размером с ноготок. Это русская, московская копейка XVII века. Все цари русские, которые правили в XVII веке, они выпускали вот такие вот монеточки, крошечные, их даже нумизматы называют чешуйками, потому что они такие малюсенькие. Эта монетка первая подобного рода находка на территории города Якутска. Дата ее выпуска где-то между 1676 и 1682 годом, то есть до постройки крепости на площади Дружбы народов. Поэтому она свидетельствует о том, что уже в середине XVII века вот этот участок города, он был заселен, там уже жили и теряли монетки. Совершенно уникальная находка, которая позволила нам остановить строительные работы и продолжить свои раскопки в этом 2018 году. В этом году проблемы создавал не дождь, а наоборот палящая жара. Вы все помните, какой был конец июня и июль. И тем не менее волонтеры, комсомольцы, опять же студенты исторического факультета Северо-Восточного федерального университета вот в эту палящую жару, они сидели на раскопе и продолжали работу по спасению исторической памяти Якутска. В этом году, вот здесь вы видите много-много берестяных изделий. И в этом году это была вот особенность работ. Никогда ни на одном памятнике русского освоения Якутии еще у нас не было такой огромной коллекции берестяных изделий всевозможных. Одних только туисов мы собрали 9 штук. Было очень интересно обнаружить, что среди найденных предметов были туиса не только якутской, но и русской работы. Это как бы определилось по особенностям технологии изготовления этих предметов. Было найдено очень много деревянных предметов, чего до сих пор у нас тоже в материалах раскопок русских поселений Якутии не было. Это фрагменты деревянной посуды. Большой интерес для нас представляли. Различные изделия вообще деревом пользовались очень широко. Но вы сами знаете, дерево удобный в обработке материал, чего только из него не сделаешь. Самым массовым, наверное, после фрагментов бересты материалом были остатки керамических сосудов. Их очень много, их около тысячи. Маленьких, очень маленьких, крупных, очень крупных, русских, якутских, разных. Различаются они тоже технологии изготовления. Якутские сосуды лепились руками, а русские уже давным-давно, к тому времени, свои сосуды делали на гончарном круге. И на черепках вот эти процессы технологические, они очень хорошо заметны, и, в общем, можно вполне отличить, где керамика русская, где керамика якутская. Все эти материалы датируются приблизительно 17-18 веком. По мнению профессора Анатолия Гоголева, крупнейшего специалиста в области изучения древнеякутской культуры, вот эта якутская керамика датируется возрастом не ранее 17 века. Энное количество было обнаружено за два полевых сезона изделий из железа. Но их не так много, и в целом они не очень хорошей сохранности. Но нам удалось собрать очень много разнообразных гвоздей. Как правило, на русских памятниках гвозди – это основной массовый материал из железа. И удалось определить, какие типы гвоздей, то есть даже удалось из этой массы гвоздей извлечь определенную информацию. Мы увидели, что на этом месте, вероятнее всего, либо использовались какие-то доски от судов, либо как-то связаны с судостроением, потому что вот этот самый огромный гвоздь – это корабельный гвоздь, тот, который использовали при постройке судов. И вот самый крошечный гвоздик – это штукатурный гвоздик, которым крепилась штукатурка. То есть мы видим широкий совершенно спектр использования гвоздей в разных условиях быта, что тоже позволяет сделать определенные выводы о том, что здесь делали, кто здесь жил и так далее. Но, конечно, для меня самым интересным среди этих находок – это была находка остатков строительных сооружений, постройок. Я очень люблю исследовать старинные постройки. В 2017 году мы обнаружили небольшой такой кусочек, и увидели полы, нашли на них монету, которая датировалась XVIII веком. Поэтому мы решили, что и дом этот, поскольку монетка лежала сверху на полу и пострадала в пожаре, уничтожившим этот дом, мы решили, что этот дом построен еще в XVIII веке. И сгорел, возможно, тоже в XVIII, а может быть, уже и в XIX веке. И в этом году у нас основной задачей как раз было полностью открыть и исследовать остатки этого дома. Ну вот в результате у нас получились остатки такой конструкции площадью 25 метров приблизительно. Но, к сожалению, несмотря на все старания, стенок этого дома мы не нашли. Вероятно, их просто аккуратно извлекли в процессе последующего строительства, поскольку территория эта, ну, сами вы уже поняли, находится в самом центре, там все время жили, там все время что-то строили, постоянно что-то ломали, что-то копали, и поэтому, ну, это вполне вероятно. Большим для нас открытием было обнаружение вот такого чистокола, где-то 5 метров длиной стоят кулышки, явно представляющие собой какой-то забор. И этот забор, он совершенно, как бы, не соотносится с остатками дома, который мы обнаружили, и тем более не соотносится с остатками самого позднего дома, который там стоял. В 1939 году был принят первый генплан Якутска, и по нему стали строить новые здания, и на этом месте было построено большое здание детского сада, которое профункционировало как детский сад где-то до послевоенного времени приблизительно, точных данных нет. И потом в нем жили люди. Люди там жили до 1982 года, пока этот дом тоже не сгорел. То есть у нас получилось три таких строительных горизонта. Один, значит, уже советского времени, самый верхний, самый средний, это вот дом, который существовал в 18-19 веке, и вот этот частокол представляет собой, вероятнее всего, застройку как раз 17-го столетия. С этого памятника у нас достаточно большая нумизматическая коллекция. В общей сложности порядка 30 монет там было найдено. Монеты всех эпох существования нашего города. Вот такие огромные, тяжелые, медные, сибирские монеты, которые чеканились в царство Екатерины II специально для денежного обращения в Сибири. То есть за пределами Сибири они не использовались, поэтому достаточно быстро вышли из употребления. Очень интересны монеты, преимущественно медные. Вот серебряная, по-моему, у нас только вот эта копилочка 17-го века и есть. А остальные все медные монеты, по количеству которых можно предположить, что жители вот этого участка, жизнь у них улучшалась, улучшалась и улучшалась. Потому что 17-го века найдена одна монета, 18-го века найдено 4-7 монет, 19-го века найдено больше десятка монет, 20-го века вообще огромное количество монет. К нумизматическому материалу, наверное, с определенной долей условности можно отнести и бронзовый крестик, который мы обнаружили в слое 17-го века. Вот если присмотреться, там даже у него в ушке сохранился кусочек веревочки. Пытались мы как бы узнать, все-таки проверить возраст этого крестика. И аналог ему удалось найти в церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии. Вот такой музей у нас тоже, оказывается, существует. В этом музее такой крестик, такой формы и с такими рисунками датируется 17-м веком. И достаточно большой корпус находок, отражающий жизнь людей на этом участке на протяжении 20-го столетия. Огромное количество фарфора. К сожалению, клейма у нас оказались только советского времени, поэтому есть ли на этом участке дореволюционный фарфор, сказать трудно. Но учитывая, что уже с 18-го века, по крайней мере, начиная, здесь жили люди весьма и весьма приличные в этой части города. Это служилые люди, это чиновники такие некрупные, это такие солидные, хорошие, крепкие купцы. Последними обитателями дома, который стоял на этом месте перед постройкой детского сада, были ссыльные евреи, гомерштаты, мутерперлы. То есть, в общем, тоже такие достаточно хорошо обеспеченные люди, такой средний класс, крепкий. И поэтому, конечно, вполне возможно, что они могли себе позволить покупать и фарфоровые изделия, но просто клейм у нас, к сожалению, нет. Но зато продукция Дулевского фарфорового завода у нас представлена широким ассортиментом клейм, тоже начиная с 20-х годов и заканчивая началом 80-х годов 20-го века, когда уже последний стоявший на этом месте дом сгорел. Очень широкий ассортимент разнообразных орнаментов, очень красивых и попроще, и побогаче разных. Для меня самая дорогая и самая интересная находка – это обгоревший мраморный слоник. Самый маленький из интерьерного набора украшений, которые были очень популярны в 30-е и 60-е годы. Сам факт того, что это растяжка во времени, что у нас есть на одном и том же месте найдены предметы 17-го века, советского времени, до 80-х годов. И даже некоторые уже предметы постсоветского времени, оно показывает всю-всю жизнь этого места, людей, которые здесь жили на протяжении трех столетий. Представляете, 300 лет жили люди, все оставляли. Огромное значение этого объекта и этих раскопок заключается в том, что, конечно, во-первых, мы видим жизнь простых. Там жили не военные, не кто-то, обычные люди, обыкновенные, какие-то торговцы, промышленники, даже сильные евреи, обыкновенные жители города. И мы видим вот эту живую, обыденную, повседневную жизнь этих людей, такой вот, как мы с вами живем. Очень мало в сибирской археологии материалов, которые происходят из посадов. Вот эта карта, она показывает сейчас расположение, специально наложила на современный космический снимок. Вот вы видите расположение Острога 1643 года, расположение Острога 1682 года. И вот между ними, прямо посерединочке, такой маленький домик, символизирует как раз место наших раскопок. Мы видим, что это жилой посад между двумя могучими такими крепостями. Вот материалов раскопок с таких мест в русской археологии Сибири очень мало. В основном копают крепости. Все любят крепости, все любят остроги, а вот такие обыкновенные места, их очень мало. Тяжели обыкновенные люди, в общем-то, своей обыкновенной жизнью. И в этом ценность, это как раз сохранение материал, который сохраняет память об обычных людях, которые на самом деле, вот вы для себя это тоже запомните, это и вас касается, потому что теперь вы жители нашего города. Да, вот те молодые ребята, которые будут создавать лицо нашего города, вот лет через 10 уже вы вступите во взрослую жизнь, уже станете сами создавать лицо нашего города. Вот то, что останется после вас, то, чем вы сможете потом заинтересовать будущие поколения, еще через 300 лет после вас. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Прежде всего спасибо за увлекательный информативный рассказ. И вот такой вопрос. Удалось ли вам со своими единомышленниками, коллегами доказать или опровергнуть предположения, гипотезы на протяжении всей вашей работы? Или выдвинуть новые, доказать что-то? Целью нашей работы не было ничего доказывать или что-то опровергать. У нас таких целей не стояло. Нам нужно было просто добыть из земли вот эти материалы, спасти их, потому что иначе сейчас поверх уже стояла бы эта бетонная лестница, и мы этих вещей никогда в жизни не увидели бы. И не знали бы, что на этом месте в 17 веке уже находилась часть нашего города Якутска, и не видели бы, чем пользовались наши горожане в первые десятилетия его истории. Вот поэтому у нас как бы вот в начале археологических исследований крайне редко ставится какая-то цель что-то доказать или что-то опровергнуть. Как правило, подобного рода задачи уже появляются в процессе, когда материал изучается, когда материал, полученный в ходе работ, дает какую-то новую информацию, которой раньше не было. Вот тогда на основе этой информации уже что-то можно доказывать и что-то опровергать. А какова была численность населения Якутска в 17-18 веках? Ну, с 17 веком достаточно сложно, потому что конкретный учет населения в этот период практически не велся. Но порядка и еще такая особенность учета, что к жителям города Якутска в этот период, в 17 столетии, причислялось практически все русское население Якутии. То есть там якутские казаки, а он живет там где-нибудь на Нижней Колыме на самом деле. Но это где-то вот к концу 17 века, это около полутора тысяч человек точно. А потом уже население стало очень быстро расти с развитием города. И к концу 18 столетия это 4-5, может быть 6 тысяч человек. В каком районе находится самая старинная часть Якутска? Самая старинная часть Якутска – это, в общем, практически центр нашего города. Скажем так, вот с севера она ограничена территорией 64-го квартала города Якутска. Это квартал, где расположен кафедральный Троицкий собор, где расположен оперный театр, где находилась крепость. Самая южная точка – это территория нынешнего Краеведческого музея имени Ярославского, бывший Спасский мужской монастырь. Это вот по длине вдоль набережной, вдоль зеленого лога, по длине она так изгибается. А в ширину вот этот участок, он достаточно узкий, он в ширину от набережной до проспекта Ленина. Связаны ли ваши находки с оттаянием почвы и потеплением климата? С потеплением климата наши находки никак не связаны, потому что это на нас вообще никаким образом не влияет. Мы умеем работать в вечной мерзлоте, с оттаяниванием грунта, безусловно. Эти работы всегда, археологические раскопки всегда связаны, потому что мы не можем ни долбить, ни разводить, вот как некоторые делают при рытье каких-то строительных сооружений, ни разводить костры, мы ничего этого делать не можем. Поэтому у нас раскопки продвигаются вглубь по мере оттаивания грунта. Это в день примерно, если вот жарко, это 10 сантиметров, ну в среднем 5-10, максимум 15 сантиметров в сутки. Вот такая скорость оттайки грунта у нас в районе города Якутска. А вот если копнуть под площадью Орджоникидзе, под площадью Ленина, под этими дорогами, где у нас машины летят вниз, ведь можно что-то найти. Ну, я могу примерно сказать, что можно найти, если копнуть под площадью Орджоникидзе или под площадью Ленина. Дело в том, что до середины 20-го столетия в нашем городе была всего одна площадь. Площадь Дружбы Народов. До революции она называлась Соборная. Других площадей у нас не было. На месте площади Ленина в 17-м и 18-м веке располагался огромный пустырь. До тех пор, пока там не началась жилая застройка, потом построили гостиный двор, в 1957 году его снесли, там образовалась нынешняя площадь Ленина. Поэтому если копнуть под площадью Ленина, то мы с вами, скорее всего, найдем те вещи или денежки, которые потеряли посетители и торговцы гостиного двора. Денеги. Да, какие-нибудь люди, которые слонялись по этому пустырю лет за сто до появления гостиного двора. Площадь Орджоникидзе, она сформировалась вообще еще позже, чем площадь Ленина, на месте жилой застройки. Сохранилось очень много фотографий, какая застройка там была. Поэтому если копнуть под площадью Орджоникидзе, то мы с вами, вероятнее всего, получим вот примерно такую же коллекцию бытовых вещей, но только более позднего времени, не 17 века, но, скажем, начиная с 19 столетия. Вот. А если мы немножечко отодвинемся от площади в сторону здания МВД и ФСБ, то там мы найдем кладбище. Да. МВД и ФСБ, этот район находится на месте, видимо, исторически предназначенном для подобного рода сооружений, потому что до революции на этом месте находилась городская тюрьма. И рядом, то есть вот чуть-чуть ближе, значит, между зданиями ФСБ и МВД, находилось тюремное кладбище, носившее название Мучин крест. Вы обнаружили очень много вещей из различных областей жизни людей того времени. Какую вы дадите оценку мастерам ремесел тех времен, как-то качеству жизни тех людей и так далее. Еще вопрос. Некоторые ученые говорят, что по Диакутскому раньше очень было много могильников, больных животных. Что если на них наткнуться, то не самые лучшие последствия для жителей будут. Как вы к этому относитесь? Оценку мастерам, которые изготавливали те предметы, которые мы нашли в процессе раскопок, можно дать, конечно, только очень высокую, поскольку эти вещи благополучно дожили до нашего времени. По поводу могил животных. Я понимаю, о чем вы говорите, о каком конкретно районе вы говорите. На самом деле ничего страшного в этом нет. Дело в том, что по мнению специалистов, изучающих особо опасные инфекции, я специально консультировалась с такими людьми, потому что в основном я работаю в Арктике, на Нижней Индигерке, на Нижней Колыме, а там, сами понимаете, там и оспа, и холера, и чего только нет. Так вот, специалисты мне сказали, что срок жизни таких инфекций вот в наших условиях, в условиях Якутии, не более 70 лет. Поэтому, в принципе, особой опасности они уже не представляют. То есть в обычных условиях они живут где-то 25 лет, вот в природной среде, а в условиях Якутии, поскольку холодно, поскольку вечная мерзлота, вот их срок жизни продлевается до 70-80 лет. Вот тем слоям, с которым мы работаем, значительно больше времени, поэтому опасности уже практически они не представляют. В каких местах вы в дальнейшем планируете проводить раскопки? Это в городе Якутске будет или по другим регионам? В городе именно. Ну, в городе Якутске для меня сейчас наибольший интерес, конечно, вызывает территория Якутской крепости, которая находилась в районе площади Дружбы народов, тем более, что разведочные работы мы там уже провели и уже знаем, насколько там много, насколько богатый там культурный слой. Вот. И, ну, я очень надеюсь, что к следующему году или, может быть, чуть позже под реставрацию Троицкого собора удастся все-таки провести полноценные раскопки и не только получить чрезвычайно интересные материалы, но и музеифицировать остатки первого каменного здания нашего города Якутска, чтобы вот эти остатки могли увидеть все и могли увидеть, где стояло и как выглядело первое каменное здание, построенное в нашем городе. Екатерина Алексеевна, спасибо вам большое за лекцию. Я, конечно, далека от вашей профессии, но из-за своего любопытства мне так все интересно. Я жалею, что я долго лет проработала в школе, и мои ребятишки, как классного руководителя, не могла привести на эту вот лекцию. Я хочу вас спросить, можете ли вы организовывать вот такие лекции по школам? Мы можем не только рассказывать об этих работах, мы можем вообще широкий круг вопросов по истории Якутска и Якутии, пожалуйста. Детям будет очень интересно. И второй вопрос. Спасибо вам за информацию про эту копеечку. Эта копеечка у меня есть, оказывается. Я только не знала, откуда она и сколько лель. Теперь я знаю. Слушала сейчас я лекцию с таким большим удовольствием, потому что, наверное, такой же эстет, как и вы. И вот вы знаете, как мать пеленает своего ребенка, поет ему колыбельную песню, как композитор-песенник, выпуская свою песню в полет, дарит ей крылья, так Екатерина Алексеевна дарит новую жизнь, дарит нам историю. Не историю политическую, а историю нашей земли, жизни наших людей, той земли, где мы живем, где растим своих детей, свои поколения. Я хочу сказать, что она большой мастер своего дела. И я преклоняюсь перед ее профессией. Часто мы ее долго не видим, очень долго не видим, не можем дозвониться. Но когда приезжает она, сгоревшая под солнцем, искусанная комарами, с поломанными ногтями, тогда мы понимаем, чего стоит ее профессия. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за внимание. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ